На днях в Якутии в рамках второго международного эпического форума эпосы народов мира на земле Алан-Хо состоялась презентация чучела-носорожка Саши. Носорожек Саша был обнаружен осенью 2014 года в Аббийском улусе охотником Александром Бандеровым. Носорогу, названному в честь охотника полтора года, под землей он пролежал 34 тысячи лет. Сегодня в нашей студии руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия Альберт Васильевич Протопопов. Доброе утро, Альберт Васильевич. Здравствуйте. Альберт Васильевич, почему носорожку презентовали только спустя три года, получается? Его в 2014 году нашли и только буквально на днях это случилось. Очень долгое время носорожка мы готовили именно в такой презентации путем изготовления чучела. Самой главной задачей это было сохранение волосяного покрова. И в настоящее время это единственное в мире чучело, именно такого доисторического животного со своим родным волосяным покровом. У него даже сохранились орожки, что весьма редко. Вообще никогда этого не получалось. В хорошей сохранности. О чем это говорит? Это отличная сохранность. Носорожка, конечно, обусловлена вечной мерзлотой. Именно благодаря низким температурам грунта и отсутствием кислорода и сохраняются так хорошо эти животные. Вот плестоценного периода. Десятки тысяч лет хранятся. Так. А находки детеныша шерстистого носорога это очень редкий случай. Почему такие находки редкими? Да, действительно. Мы очень редко находим останки именно детенышей. Потому что смертность детенышей носорогов, мамонтов, она очень низкая. Это, ну вот они, ну вот их вот родители, ну вот точнее мать, оно очень сильное животное и хорошо защищает своего детеныша. И поэтому мы очень редко находим вот останки детенышей. Носорог, носорожек Саша, в каком возрасте он погиб и по каким причинам? Ну ему, да, он погиб 34 тысячи лет назад. На момент гибели носорожеку было полтора года всего. Мы когда проводили препарацию, вот обнаружили, что у него болел коленной сустав. То есть это был бруссит, это, видать, было либо повреждение какое-то, вот потом которое воспалилось. И благодаря, ну вот, благодаря вот именно этому, детеныш носорога, вот оказался жертвой пещерных львов. Потому что, когда мы вот изучили шкуру, вот повреждения, которые были на шкуре, обнаружили, что носорожек был убит пещерными львами и ими съеден. Ну вот практически наполовину. Оно, вот оставшиеся половины, имеет очень хорошую сохранность, вот уникальную просто. То есть это один из немногих сфиксированных случаев нападения пещерных львов на крупных животных позднего пестоцена. А как вот определяется вообще возраст находки? Ну вот возраст находки вот обычно определяется ради углеродных методов. То есть период полураспада изотопа углерода, он вот вычисляется. Но верхняя граница это где-то 50 тысяч лет. То есть вот если животное погибло, ну скажем, 60 или 70 тысяч лет, то мы не сможем это точно определить. Это уже вот определяем вот обычно в таких случаях относительный возраст. А так у нас вот имеется абсолютная дочаровка. Ну вообще принято находкам давать имена, да? Да, ну в общем это давняя традиция. Еще с мамонтенка Димы началось, вернее с мамонта Адамса, который был найден в 1799 году у нас в Тихсе. И после этого как-то принято, что очень многие палеонтологические находки имеют имена. Ну как правило по имени первооткрывателя. Носорожек Саша был найден Александром Пхагандровым, жителем Абыльского улуса. И вот назвали Сашей. Тем более, что имя вот универсальное. Вот мы тогда еще не знали, что это девочка или мальчик. И вот поэтому назвали Сашей. А сейчас уже знаем, что это мальчик. Так. А в каких обстоятельствах он был найден? Случайно? Ну они, ну вот Бандеров, он занимается поиском мамонтовых бивней. Это, ну вот легально. Оформляет лицензию. И вот обходя свой участок, он как раз вот обнаружил. Он, ну как он говорил, вот на горе что-то белело, говорит. А сам вот Носорожек, кстати, очень светлый вот украс. Это было где-то в июле. Но он, это было высоко, поэтому, ну вот белеет и белеет. А потом, когда вот в августе опять проходил, это все свалилось вниз. И он уже вот обнаружил вот останки Носорожек. И потом уже нас известил, и зимником привезли в Якутске, и он нам его отдал, вот в Академию наук. Здорово. То есть, получается, белая это шерсть, да? Да, это у него такая светло-коричневая шерсть, как выяснилось после нашей обработки. Это вот естественный украс. Это тоже необычно. А насколько тяжелый? Нет, ну он-то вот легкий был. Он практически как бы вот осталась шкура, череп, ну вот голова там. У него, кстати, очень хорошая сохранность вот мягких тканей. Ну вот ножки остались. Но вот большая часть, конечно, была потеря. Ну и усилили, как мы выяснили. Ну что ждет в дальнейшем? Ну мы в дальнейшем планируем в августе, если получится, Носорожек будет экспонироваться в Абыльском Улусе для местных жителей. Это первый такой вот опыт. Ну вот обычно как где-то находим, и уже вот в Улусы не ездят наши экспонаты. Ну у нас нет возможностей, а тут есть спонсоры, вот инвесторы, то есть они, ну вот мы с ними сейчас согласовываем. Этот проект, это будет, наверное, хороший ход для жителей Абыльского Улуса. А потом в декабре мы предложили Носорожка представлять республику Саха в днях вот республики, который будет проходить в Москве в декабре. Ну вот надеемся, что он будет там участвовать. Отлично. Альберт Васильевич, спасибо, что пришли к нам этим утром, поделились такой интересной информацией. Успехов вам, удачи в работе. Спасибо.